Зам. предправительства России Юрий Трутнев раскритиковал работу в инвестиционной сфере Дагестана. Напомним, он прибыл в республику сегодня утром и успел посетить инвестплощадку Уитаж, а также морской порт Махачкалы. После обеда чиновники провели совещание в правительстве республики, беседовали по состоянию коммунальной инфраструктуры, по сельскому хозяйству и состоянию морского порта, обсуждали вопросы развития туризма и республики в целом. Трутнев отметил, что ждать высоких результатов мгновенно, преждевременно, поскольку Сергей Меликов едва заступил на новую должность. Тем не менее, федеральный чиновник заявил о готовности оказать поддержку в решении проблем развития республики. А проблемы есть, в частности в экономической сфере, поскольку Дагестан занимает 80-е место по привлечению инвестиций. Федеральный гость остался крайне недовольным работой площадки Уитаж. Я сейчас не хочу разбираться, кто и почему плохо работал площадке 8 лет. А объем инвестиций сегодня половина отложенных федеральных средств. Ну, скажем так, ничего красивого в этих показателях нет. Важнее выводы. Вывод простой. Надо не сейчас вот там всех подгонять, этим тоже придется заниматься. Но при планировании таких вложений, при планировании таких площадок надо точно разбираться с каждым проектом. В Рио главы республики рассказал, как будет работать с выявленными трудними проблемами. Значит, вы мне задали вопрос, какие планы. Я вам сказал, что план нам определил руководитель страны, а вот корректировкой планов мы будем заниматься. И сегодня по линии экономического развития республики, скажем так, мы получили первый мастер-класс по корректировке тех планов, которые у нас уже есть. Мы от них не отказываемся. То есть то, что сделано, будет продолжаться и в вопросах промышленного развития республики, и в вопросах сельского хозяйства. Но нам очень серьезно нужно задуматься над такими перспективами, как развитие туристических кластеров, как развитие или использование морской акватории, развитие морского порта. И сегодня эти вопросы на совещании были обсуждены. Продолжение следует...